Всем привет! Том Верлен сказал однажды Вы можете не делать себе биографию Вам ее сделают и без вас Что и произошло, собственно, с самим Томом Верленом Любой справочник, любая музыкальная энциклопедия Любая статья Благо сейчас этих статей полным-полно пошло Потому что Том Верлен покинул наш материальный мир Я сказал благо Это не относится к тому, что Тома Верлена больше нет А благо в том смысле, что вы можете прочитать в любом издании В новостях, где угодно, везде пишут Том Верлен, отец панк-рока Лидер панк-группы телевизион И так далее, и тому подобное И даже в комментариях я читаю, что Это панк-рок Том Верлен это один из самых известных И корневых таких музыкантов, играющих панк Том Верлен никогда в жизни не играл панк Никогда в жизни не был панком Никогда в жизни не одевался так, как панк Никогда в жизни не вел себя, как панк И никогда в жизни не ассоциировал себя с панк-движением Концерты группы телевизион проходили Первые концерты Их было много Первых в том числе Проходили в клубе Сибиджиби Это единственное, что Связывает их И не связывает с панк-роком никаких Никоим образом Просто это была площадка, на которой выступала группа телевизион И то не исключительно там Они играли в разных клубах И концерты телевизион были не то чтобы камерными Но весьма спокойными Потому что люди приходили слушать музыку группы телевизион В первую очередь это была музыка Которую нужно было слушать очень внимательно И не дебоширить, не кричать, не орать Потому что тогда вы пропускали мимо ушей То, что музыканты делали на сцене А делали они Изумительную музыку Что на сольниках Тома Верлена Что в группе телевизион Вот, кстати, второй альбом Про первый альбом Марки Мун я говорил Уже есть целый ролик Можно найти его в плейлистах Вот этот второй альбом, который вышел год спустя После первого Он почему-то считается хуже, чем Марки Мун Не знаю Мне иногда он нравится даже больше Чем Марки Мун Хотя Марки Мун прекрасен Сам по себе здесь Одна только песня Days Чего стоит Она вторая на первой стороне Там такое гитарное кружево Такое гитарное плетение Песня по гармонии В общем простая Достаточно, как и большинство песен Верлена Если говорить сухо о гармоническом построении О аккордовых прогрессиях Но такая аранжировка Так изумительно сплелись гитары Ллойда и Эверлена Здесь, что просто потрясающие волосы дыбом Ну и все остальное Вторая сторона Абсолютно прекрасна The Fire and That Nothing И The Dreams Dream Три песни Всего они длинные And That Nothing Вторая песня на второй стороне Она жесткая, громкая Аккордовая Такая роковая А The Fire and The Dreams Dream Прекрасные медленные песни С изумительными гитарными соло Я вернусь еще к гитарным соло Вспомню фразы Тома Верлена Который говорил, что люди вцепились в гитару Fender Jazz Master На которой играл Том Верлен И благодаря этому Очень многие музыканты Стали использовать Fender Jazz Master В том числе и Курт Кобейн И масса, масса, масса Имен других И замечательных Хотя это было уже Десятилетиями позже Так вот Верлен говорил, что Вот все вцепились в этот инструмент Все хотят получить Хороший длинный сустейн Почему-то Гитара позволяет это делать Fender Jazz Master Но никто Большинство из них Из тех, кто вцепились в этот инструмент Говорил, Верлен не понимает Что сустейн не от гитары Зависит, а от пальцев Работайте пальцами И будет вам сустейн Сустейн – это когда звук тянется Для тех, кто не понимает Ноту, бежит Не-не-не-не Она тянется долго Так вот Мастерство Верлена заключалось И в Прекрасном этом сустейне Вообще звукоизвлечении В его пальцах В его подходе к гитаре Которую он сначала не любил Он в возрасте пяти лет Начал играть на фортепиано Потом Переключился на саксофон А гитару не любил Особенно не любил ее В поп-музыке Ему не нравилась функция гитары В рок-группах Но когда он услышал Роллинг Стоунс Он понял, что Ага, все-таки можно Все-таки можно Использовать гитару И стал играть на гитаре Пересечение с Роллинг Стоунс У него есть Очень заметно В его гитарных построениях Именно в Гитарном дуэте Когда у Роллинг Стоунс Нет разделения на Лидер-гитару И ритм-гитару Две гитары играют Всегда Всегда сплетаются С самого начала И по всю пору Всегда идет Вот эта вот Такая мозаика гитарная И у Верлена Это тоже есть Во всех Его сольных альбомах И в группе Телевизион Вот эту функцию гитары Он Изменил В общем-то Его гитарин Гитарин совершенно нетрадиционен Он не похож Ни на одну из Рок-групп мира Ну сейчас уже Сейчас уже Да Сейчас уже После Телевизион Десятки групп Стали играть Похожую музыку Так называемый Постпанк Хотя Как я уже говорил К панку Верлен никакого отношения Никогда не имел Даже близко Даже близко Он вообще был Человеком Очень скромным Очень закрытым И информации О нем достаточно мало Потому что Он не любил Давать интервью Не любил журналистов Не любил вообще Светиться Он был не тусовщик Он сидел дома Играл на гитаре Писал песни И выступал с концертами Будучи одетым Очень просто Можно сказать По-домашнему Просто парень С улицы Пришел Взял гитару Начал играть Никакой Никакой не панк Никакой не глэм Никакая не звезда Никакой не постпанк Про его отношение К биографии Я уже говорил Да Он никогда не стремился Делать себе биографию Никогда не стремился Себя пропагандировать Раскручивать И когда вы спрашивали Как вы занимаетесь На гитаре Он говорил Я вообще не занимаюсь Гитарой Я просто сочиняю песни Аранжирую их И исполняю А гонять гаммы Это не мое дело Это вот Там Хэви металлисты Пускай выходят На скорость играют Пентатоники гоняют Значит по грифу Музыкально был Достаточно образованный человек Его слова Можно прислушаться Что меня с ним роднит Я недавно прочитал И очень порадовался Роднит Роднит меня Я нашел единомышленника Верлен терпеть не мог Джазовую гитару Хотя любил джаз Слушал джаз С молодых ногтей Обожал саксофон И вообще любил Джазовую музыку Я тоже очень люблю джаз Всякий разный Но я терпеть не могу Джазовую гитару Классическую джазовую гитару Как у Джорджа Бенсона Которую я не могу слушать Даже Там великого Гранта Грина Не могу слушать Когда вот этот Чистый джазовый звук Мне Дико скучно И как-то даже неприятно Мне это все А вот Во фьюжн Когда играется гитара Уже электрифицированная То да То Можно А джазовую гитару Не Не воспринимают Совсем Чисто джазовую Даже Кенни Баррелл Великий И то В общем Когда В дуэтах С органом Еще В общем Там Да С Джимми Смитом Когда он играет Или с Саксофоном Калтрейна Там Там еще Терпимо Но Том Верленд Пошел дальше Он даже В дуэтах И в ансамблях Не выносил Джазовую гитару Он говорил Когда я беру Джазовую пластинку Я всегда смотрю Нет ли там гитариста Если там есть гитарист Я ее даже не буду слушать Но это относится Только к Джазовой Классической Гитаре А Во всем остальном Все в порядке И Игра Верлена На гитаре Недаром он входит В сотню Лучших гитаристов Лучших рок-гитаристов Мира Это уже Журнал Роллинг Стоун По-моему Или кто-то Но вот эти списки Они вообще Весьма условны Но тем не менее Верлен Присутствует Я хочу сказать О сольных Пластинках Верлена Вот это первый альбом Который вышел По-моему В 79-м году Если мне помню Да В 79-й год Том Верлен Называется Альбом просто И я его Очень рекомендую Очень хорошая музыка Просто И Особенно для тех Кто любит Гитарную игру Я не буду говорить Про рок Тем более Уж про панк-рок Я очень люблю Панк-рок Но эта музыка Никогда Я повторю Никогда Том Верлен Не был Панком Никогда Группа Телевизион Не была Панк-группой Все Закончили Вопрос Закрыт Так вот Первая песня Здесь Да Grip of love Это сразу Рубилово-гитарная Но не такое Привычное Рубилово-гитарное Как все любят Там вот это вот Все Гитарное Кружево Переплетение Но гитары Подгружены Обе Одна сильно Подгружена Две партии Здесь играют А вторая Чуть-чуть Помягче И Так вот Рассинкопировано Так все Разбросано И И аккорды И одноголосые Штучки Так все это Собрано В такой пазл И Движение Присутствует Всегда Очень Очень здорово Просто Прекрасно Kingdom Come Песня Которую Дэвид Боуи Исполнил На Пластинке Scary Monsters Очень понравилась Ему песня Kingdom Come Он сделал Кавер Можно его услышать Собственно Там На Scary Monsters Yankee Time Очень Авангардный Какой-то номер Авангардный И Странный Но слушабельный Last Night Предпоследняя На второй стороне Песня с фортепиано Балладная И как всегда С изумительными Гитарными Ходами Тома Верленов Очень сильный Альбом Изумительный Дебют Для дебюта Хотя Дебютом Это трудно назвать После двух Пластинок Телевизион Вот это вторая Марки Мун Я уже показывал Он у меня на полочке Стоит Трудно назвать Это дебютом Потому что звук Очень похож В целом На телевизион Но Здесь Верлен один Все-таки дал себе Волю Дал себе Свободу Не связывал себя Отношениями С группой Отношения Всегда влияют На Творчество Всегда Что-то человек Сочиняет Влияние Барабанщика Влияние Басиста Влияние Второго Гитариста Сказывается Давай здесь Изменим Давай здесь Поправим Давай здесь Не так Давай здесь Куплет Перепишем А здесь Человек Свободен Абсолютно Как придумал Так и Сыграл Все очень Лаконично Но все Очень плотно И всего Много При том Что лаконично И это Очень здорово И второй Альбом У меня много Верлена Я про него Расскажу Еще потом Отдельно В другом Ролике Про другие Пластинки Это второй Альбом Который вышел Через два года После первого Называется Dreamtime И Многие считают Его вершиной Творчества Верлена Хотя На мой взгляд Вершина Его Это вот эта Пластинка The Wonder Уже Из условно Геро поздних Которую критики Не любят Почему-то А я ей Посвящу Отдельный ролик Это прекрасно Прекрасный Альбом Но Dreamtime Для знакомства С Верленом После первого Сразу Переходим Ко второму There is a reason Первый номер Пошел Жескач И Все кажется В два раза громче Чем на первом Альбоме Как-то здесь Инструментальный номер Громкий Фондеровый С этим стеклянным звуком Все очень Фондерово И очень роково Но все очень По-верленовски Без Без гоняния Пентатонических гамм Без этих самых Всех Роковых Роковых фишек Роковых штучек Очень мелодично Верлен говорил Пишите музыку Не занимайтесь Хренью всякой Пишите музыку Не старайтесь Переиграть друг друга Мистер Блув Реджайл Прекрасный номер На второй стороне Очень Такой Дерганный С одной стороны Странная Ритмическая Структура Такая вся Какая-то разбросанная Разломанная Но собрана Воедино И все Прекрасно Звучит The Future of No С Dawn of the Farm Mary May Три последних Три песни Которые завершают альбом Соответственно Раз два Третья Четвертая Пятая Гитаризм Нарастает И нарастает С каждым номером Выжимает из гитары Все возможное Просто Все что можно выжать Из гитары Фендер Здесь выжимается Но без Без этих самых Без исказителей Без обработок Просто подгруженная Гитара И вот как она звучит Подгруженная В комбике Без всякой Вот этой Беды В виде фузов Кваков И Прочих Авердрайвов Прекрасно Но Так громко И так Красиво Звучит здесь гитара И Я повторяю Это не Не какие-то гитарные Наигрыши Это Жесткий Крутой Мелодичный Рок Прописанный Придуманный Осмысленный И очень поэтичный Такой же поэтичный Как и его Стихи Как и Вся его Жизнь Недаром он взял Псевдоним Верлен Фамилия его Миллер На самом деле Очень жаль Что Том Верлен покинул Наш бренный мир Но Музыкант не умирает Пока мы слушаем Его музыку А его музыка Слава Богу С нами И Останется с нами Надолго Пойду Пить Вот так Пока Субтитры создавал DimaTorzok